Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я Александр Печуев. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, чтобы больше снимать для вас видео. Сегодня у нас, как всегда, мой авторский славянский ритуал на пшено. В принципе, этот ритуал быстро снимает любую порчу, проклятие и приворот, то есть все магические воздействия, которые, как говорится, нам нужно убрать срочно. И вернуть, естественно, зло или порчу врагу. На красной ткани. Покупаем пшено. Это пшено, это не песок. И нужно создать эти формы. То есть колесо данное создается, ромбы добавляются с щельками, да. И, как говорится, чем-то похоже на руны снизу. Вот вы это сделали. Нам понадобится 8 свечей. Лучше, конечно, цветных. То есть я всегда с цветными люблю работать. Вот. Их смазать, если есть масло, обычным растителем маслом можно смазать эти свечи. Если есть конопляные, конечно же, лучше конопляные смазать. Вот. Расставляем и зажигаем против часовой стрелки. То есть на каждое, как говорится, окончание круга, да, вот этих палочек. Зажигаем мы против часовой стрелки. И просто просим духов о помощи. Также нам понадобится горшочек с молоком, вот, и медом. Если есть вино, можно спиртным заменить, в принципе. Также любая выпечка. Вот. Вы это ложите в центр, если есть какие-то привязки человека, с которого снимают там имена, допустим, как и фото. Кладем в центр. Зажигаем свечи против часовой стрелки. Просим духов, просто духов, хоть земли, хоть любой стихии о помощи, да, допустим, там, духи, да, нави, духи прави и так далее. Помогите исцелиться, восстановить здоровье, вот, человека, да, и верните негативные энергии, порчи, которые навели. Вы это делаете, естественно, визуализируйте, представляете. Я уже рукой держу, и у меня уже тепло идет. То есть, вот, у вас появится такой жар, прилив или лица. Даже если вы не с себя снимаете, а с кого-то, у вас появится жар. Я уже говорил, что славянский ритуал, который я показываю, они заставляют, как бы, энергию кипеть, да, очнуться. У кого-то половая активность начинается, мне уже писали, спасибо. Вот, ну, это результаты такие. Вот. Появится тепло в руках, в лице, как говорится, потому что славянская энергия, она очень сильно такая, как живая такая, да, кровь-то как кипит. Вот, солнечная. Делать лучше, естественно, в воскресенье, вот, потому что солнечный символ, вот, все-таки. Вы это сделали, то есть, зажгли, попросили духа в центр привязки, положили, вот, предложили подношение, там, выпечку, еще что-то, вот. Просите о помощи, свечи догорают до конца. Естественно, вы визуализируете, представляете, что все это сияет, двигается, как говорится, желтым цветом, может пульсировать. Вот. Вы это представляли, попросили хотя бы семь раз о помощи духов. Вот. Потом, огарки свечей собираем, крупу собираем тоже. Сначала мы это не убираем, если вы делали вечером, допустим, да, или днем, оставьте это где-то, пускай это вот так полежит в этой форме. Вот. Здесь все меня слышат потом, чтобы не задавали вопросов. Вот. Это постояло немного подношение, вот эта символика, чирка, да, чир, то есть, он постоял. Потом вы это на следующий день только собираете, да, то есть, на следующий день эту крупу, огарки свечей, вот, восемь свечей, да, то есть, должно стоять. Вы это собираете и несете возле речки или водоема, высыпаете, оставляете, подношение выливаете, никаких там банок и так далее не надо оставлять. Вот. Монет тоже не надо. И просто попросите духов воды и земли вам помочь, то есть, да, восстановить энергию, убрать негативные энергии, может быть, там, денежный канал открыть и так далее, да. Где-то в течение дня уже после этого ритуала будет у человека, на которого вы делали, будет прилив энергии, жар такой сильный. Это нормально. То есть, прилив энергии, гиперактивность, это все нормально. То есть, охота жить, что-то делать и так далее, или какой-то эйфории состоянии, это нормально все. Вот. В принципе, ритуал простой, действует на всех, тут религия не имеет значения, хоть вы христианин, будет действовать. Ну что ж, всем удачи, успехов, вам было Александр Чу. Ставьте лайк, комментируйте, постите. Удачи!